Моя развалюха. Больше похоже на берлогу нищего, чем на дом Марк Графа. Интересные у Лютика друзья. Следы ног. Серебряный цилиндр такой же, как в каналах. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Какое-то письмо и бутылка. Вино года твоего рождения и отличное, неожиданный букет, непременно попробуй. Только, пожалуйста, положи потом бутылку на место. Год твоего рождения. Может, это про Лютика или про Цири? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Годы 1245-1254 Какой-то щелчок. Кажется, в соседней комнате. Дайная комната. Наверное, здесь не присутствует. Дверг готовили на лёд. Сэйли. За мной следит Менге. Это он перехватил сокровище. Лютик у него. Беги. Шаги. Нехорошо. Сахар. И какие-то комочки в масле Виверны. Олень. Похоже, бомбу собрали тут. Инструкция по сборке бомбы, написанная неким Калькштейном. Игстра. И Трис. Не ожидал тебя здесь увидеть. Особенно в обществе Трис. Я решил, что нам нужен кто-то, кто понимает в магии. Очень мне любопытно, что это за руны на Бонга. Тебе это также любопытно, Трис? Нет. Но мне заплатили. Обожаю, когда ты пытаешься изображать циничную материалистку. На самом деле, Трис здесь за идею. Ей нужно золото, чтобы спасать собратьев. А я смогу ей помочь, если верну казну. Кстати, или как говорят в Боклере, апропо. Ты не узнал, кто попер мое золото? Постой. Сначала скажи, зачем пришел. Мы договаривались, что если я что-то найду, то сам к тебе вернусь. Вроде так. Но я беспокоился о тебе и зашел посмотреть, все ли в порядке. Да хрен там беспокоился. Ты мне не доверяешь. Как и ты мне. Здоровые отношения. Господа. Я опольщена, что мне довелось увидеть эту словесную дуэль. Только помните, что в отличие от вас, я, выходя в город, рискую жизнью. Поэтому очень вас прошу. Давайте к делу. Ты напрасно беспокоил, Трис. Бомба нас больше не интересует. Потому что? Потому что я знаю, кто наложил лапу на твою казну. Начальник храмовой стражи, Эктекалиб Менге. Вот, пожалуйста, Мерри Гольд. Не только заработаешь, но и отомстишь. Геральт, ты не будешь столь любезно рассказать, как ты это узнал. Умираю от любопытства. Хенкель мне рассказал. Старикан неплохо себя чувствует. Он просто инсценировал смерть, чтобы сбежать от кредиторов. Интересно. Я не знал, что у него были долги. Были. А Менге обещал, что покроет их в обмен на помощь при ограблении. Так что... Геральт, ты... Как бы это помягче сказать. Пиздишь. Если ты решил, что я поведусь на эту неизвестно откуда взявшуюся байку, ты меня плохо знаешь. Ну хорошо, я соврал. Наполовину. Я слышал о полу-лювах, полу-орлах. И даже о полу-рыбах, полу-люгих. Но ты не убедишь меня, что на свете бывает полу-правда. И все-таки попробую. Хенкеля я не видел, но твоя казна действительно у Менге. И узнал ты это с помощью хрустального шара. Может и так. Профессиональная тайна. Ты что-то от меня скрываешь. А я это ненавижу. Больше, чем Нильфгард. Но в конце концов мы работаем вместе по расчету, а не по любви. Кроме того, в твоем вранье должна быть хоть доля правды. Менге последнее время швырялся деньгами, хотя, по моим сведениям, у него не должно быть ни медика. И что теперь? Как я слышал, Менге по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдунии. В доках. Загляните к нему и спросите, что он соизволил сделать с моим золотом. Ага. Значит, мы делаем всю грязную работу, а ты сидишь сложа руки. Дорогой мой, если я могу кого-то использовать, я так и делаю. Очень удобно. И безопасно. Давай, признайся, ты же боишься, Менге. Разумеется, я его боюсь. Он очень опасный, сукин сын. Полагаю, Трис со мной согласится. Я бы сформулировала это иначе, но с общей мыслью я согласна. Сомневаюсь, что Менге по своей воле нам что-нибудь расскажет. Я тоже. Поэтому я и нанял ведьмака и чародейку, которых столь многое объединяет. И как это связано с делом? Влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь? Что мне и нужно? Я имею в виду, у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми. И с моей казной. Иными словами, ты нами играешь. Играю? Что вы? Я просто направляю объединяющие вас чувства. Ну, голубки, мне пора. Удачи! Я думала, ты возразишь. Что мы... Ты понял. Ты сама могла бы возразить. Да. Но это так тяжело выговорить. Правда? Ну, мы отошли от темы. Нам надо вернуть казну. Рис, я должен тебе кое-что сказать. В этой истории золото Дикстра интересует меня меньше всего. Я так и думала. Дело ведь в Цири? Да. Менги где-то держит Лютика. А Лютик с ней виделся. Это все меняет? Слушай, встретимся на рассвете у часовни Вечного Огня. На восток от порта. Подумаем вместе, как попасть в казарму охотников. Идет. До свидания. И спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok